Сегодня у нас открытие, мы сегодня рады. В Шушенском районе в селе Новопокровка появился новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Юных лесосибирцев учат дрессировать и ухаживать за домашними питомцами, что изучают на занятиях юные кинологи. Железногорские гимназисты вернулись из Англии, где участвовали в постановке мюзикла по роману Виктора Гюго. Они стоят рядом, словно специально позируя фотографу, который делает фотосессию на тему, как это было до и как стало после. В минималистическом параллелепипеде разместился фельдшерско-акушерский пункт, который ранее снимал, можно так сказать, себе угол в соседнем деревянном здании почты. Сегодня у лечебного учреждения новоселье с традиционным перерезанием красной ленты. Сегодня у нас открытие, мы сегодня рады. Я думаю, что и жители Новопокровки будут довольны таким замечательным ФАПом. Но надеемся на то, что оно сохранится в том виде, в котором сейчас он есть. Так, так, все. Так, похлопаем все. Несмотря на незамысловатый дизайн, в помещении есть все, чтобы качественно оказывать сельскому населению первую помощь, а также проводить диспансеризацию, онкоскрининг и другие профилактические обследования. Вместо 30 квадратных метров в старом здании медики получили 70 с санузлом и душевой, горячей и холодной водой, пожарной сигнализацией и электрическим отоплением. Ну как? Разница большая. Просто там не были. Там одна комната приема и комната ожидания зал. И процедурные все-все. Больше у нас там ничего не было. Три комнаты. Видите, какой шикарный ФАП. И там вон он, напротив этот ФАП. Так что, о чем говорить. Это большая разница. Комфортабельный пункт полностью оборудован и соответствует всем действующим санитарным нормам и требованиям. Мне бы хотелось еще отдельно сказать, что в комплекте этих помещений имеется помещение для хранения медицинских препаратов. В нашем крае сейчас работает проект по лекарственному обеспечению льготников федеральных и региональных. То есть здесь будут не только выписываться льготно-лекарственные препараты, но и отпускаться. То есть льготникам нашим не нужно будет приезжать в поселок Шушенское, в аптеку и приобретать эти лекарственные препараты по льготным рецептам. На территории Новопокровки фельдшерско-акушерский пункт – это единственное лечебное учреждение. И поэтому имеет огромное значение. В картотеке ФАПа 137 взрослых пациентов и 58 детей. Сама Татьяна Владимировна, хотя является фельдшером высшей категории и отработала 27 лет в педиатрии, только что прошла курс специализации по оказанию медпомощи сельскому населению. Сегодня у нее первый рабочий день после повышения квалификации. И сразу в новых стенах. Скоро здесь начнется прием. Этот ФАП был получен по программе развития здравоохранения до 2020 года. Следующий ФАП мы планируем открыть в Дубенске. И вообще у нас более 10 территорий нуждаются в новых помещениях, в ФАПах. Поэтому мы надеемся, что по этой программе мы все-таки, наверное, большую часть этих ФАПов получим. Каждую неделю в селе Абалакова проходит штаб на месте строительства водозаборной станции. Сооружение должно обеспечить чистой водой более полутора тысяч человек. Не один десяток лет местные жители обеспечивают себя водой из собственных колодцев или пользуются технической, неочищенной водой из Енисея. Однако ситуация совсем скоро должна поменяться. В следующем году планируется запустить в эксплуатацию новую скважину. Напомню, решение о необходимости скважины в селе было принято администрацией района уже давно. Работа над проектом по строительству водозабора со станцией водоочистки началась в 2004 году. Тогда в рамках краевой программы «Чистая вода» была разработана проектно-сметная документация, которая успешно прошла государственную экспертизу. В 2008 году подрядная организация приступила к строительству объекта. Общий объем финансирования составил 150 миллионов рублей. Деньги выделялись на это строительство поэтапно, то есть по 5, по 10, по 15 миллионов. Соответственно, тройка затянулась. В основном объем работ уже выполнен. Осталось пробурить еще одну резервную скважину, провести километр трубы до поселка. Уверен в том, что на будущий год мы должны запустить этот водопровод. Одна скважина действующая, пробурена, она сейчас уже благоустраивается. Вторая скважина пробурили буквально неделю назад, сейчас идут испытания. Но мы должны промониторить каждую скважину не менее года. То есть анализы воды в течение года берутся постоянно, отправляются в лабораторию, исследуется вода, чтобы в ней было соответствие. Если какое-то несоответствие будет воды химическому составу для питьевой, ставят специальное оборудование, которое приводит ее в норму. Русская Православная Церковь учредила праздник в честь красноярских святых. Днем празднования Собора Святых Красноярской Метрополии установлено 11 июня. День памяти особо почитаемого сибириками святителя Луки Воина-Ясенецкого. Предложения по возможному составу Собора Красноярских Святых готовились в течение года. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в состав Собора Святых Красноярской Метрополии включены 16 почитаемых и канонизированных подвижников. Согласно каноническим традициям будут составлены служба и написаны иконы. В 2016 году 60 врачей Красноярского края, которые переедут жить и работать в сельскую местность, получат по миллиону рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В связи с этим регионам выделят деньги из федерального бюджета. Так Красноярскому краю направят 60 миллионов рублей. Получателям единовременной субсидии есть и свои требования. Возраст врача не должен превышать 50 лет. Собака лучше друг человека. Но чтобы даже с другом найти общий язык, нужны специальные знания. Их юные кинологи из Лиссисибирска осваивают сразу же на практике. Именно непосредственное общение детей с животными выбрали педагоги клуба кинологов «Бумеранг» как основную форму работы. Компьютеры все дети сидят, век электронных технологий. Дети отдаляются от природы, становятся более жестокими по отношению к животным. Решили попробовать, чтобы все-таки приблизить детям, напомнить, что есть и братья наши меньшие, о которых тоже нужно заботиться. Нужно с ними правильно общаться, привить эту любовь детям, чтобы они этого не забывали. Потому что компьютеры все-таки не главное в наше время. На занятия юные кинологи приходят со своими питомцами, а также отрабатывают команды на уже обученных собаках. Учебная программа «Кружка» рассчитана на три года и включает теоретические знания и основы дрессировки. Научить можно любую собаку, даже дворнягу. Рея живое тому подтверждение. Хозяйка продемонстрировала юным кинологам не только базовые знания своей любимицы, но даже цирковые элементы. Кружок юных кинологов начал свою работу не так давно, пару месяцев назад. Но и за это время ребята многое узнали. «Как здороваться с собаками, я узнал, там разные породы, как выполняют другие собаки, всякие разные команды». «С Дуся тренировались, мы уже, ну она уже более-менее выполняет сидеть, иногда лежать, ну когда как она, ну прыгает тоже через руку там, танцевать любят со мной и вообще играть». Но и за это время ребята многое узнали. Сейчас «Кружок» посещают 10 учеников, но в планах клуба привлечь как можно больше ребятишек, которые хотят, чтобы собака в доме была не обузой, а членом семьи. Железногорские гимназисты стали участниками международного проекта «Театр». 10 школьников вернулись из Англии, где вместе со студентами колледжа искусств поставили мюзикл по роману Виктора Гюго «Отверженные». «Было поставлено 4 постановки, они все имели ошеломительный успех. Дело в том, что в этот раз вообще, ну как бы, интерес к такому жанру был как никогда, ну необычный такой, пристальный. И зрителей было очень много, причем приезжали зрители еще из других городов и даже из нашего российского посольства». За основу постановки взят французский мюзикл 1980 года, который в свое время вдохновил новую жизнь в оригинальный роман. Готовиться актеры начали еще каждый на своей стороне, учили партитуры, вникали в образы. В этот раз впервые российские школьники исполняли главные роли. Восьмиклассница Евгения и семиклассница Ульяне достались ведущей партии героини Казеты и ее матери Фатины. «К роли я готовилась без напряга, то есть я просто учила какие-то слова, так как они были в песнях, это было очень легко. И я хорошо знаю английский, поэтому мне вообще не заставило труда это». «Я учила текст песен и пела под минус и под плюс песен. А вот книгу, может быть, какие-то…» «Книгу читала, потом смотрела фильм, который был по мюзиклу, и сам мюзикл». Кроме десятерых гимназистов, в спектакле сыграли 30 студентов колледжа искусств из города Дувр и 15 американских студентов. Как говорят наши ребята, за время подготовки они хорошо заработались и сдружились, а у некоторых актеров даже совпали сценические и реальные отношения. «Я переписывалась с одним мальчиком, который исполнял его роль Мариуса. То есть я с ним общалась около года, наверное, в интернете. Я приехала, мы были все так очень рады. Но этому мальчику, вернее, этому мальчику нравилась я, но он нравился другой девочке. Эта девочка за это меня ненавидела, в общем-то. Русско-английский проект существует 13 лет. За это время он перестал быть только лишь культурным обменом и творческим опытом. Как рассказала Евгения Бреус, об этом говорил, например, представитель российского посольства на одном из показов. Именно в той обстановке, которая происходит сейчас, вот на международной арене, именно такие проекты, они дают возможность укреплять международные связи и возможность людям понимать друг друга, формировать гражданина мира для того, чтобы была стабильность. И воспитывать молодое поколение именно в духе толерантности. На счету железногорских школьников и английских студентов уже 12 постановок. Каждый раз это всемирно известные мюзиклы. В них поучаствовало около 450 учеников гимназии. Следующий на очереди спектакль поставят вновь на железногорской сцене.